Приветствую вас на нашем канале посвященному ремонту квартир своими руками в данном видеоролике покажу как замерить проем для дверей и что для этого нужно знать когда вы устанавливаете дверь то есть двери у нас идут от 60 сантиметров по ротно по ротно это сама вот эта вот часть которая раздвигается сама еще дверная коробка она где-то на 7 сантиметров больше то есть если у вас подно 60 см то полностью вся дверь в сборе у вас будет 167 то есть если дверь с дверной коробкой 167 то есть по раем нужно где-то ну минимум 68 см а лучше где-то 70 см потому что еще нужен запас под пену чтобы запилить. Ну и вот, то есть у нас вот здесь вот высота. Высота в среднем, ну, обычная дверь, у них высота 2,07. Сама двери 2 метра, где-то, ну, 2,01 по-моему, 2. А вот проем должен быть высотой 2,07. То есть это уже с учетом ламината, допустим, кафеля, то есть вот основание. В самом случае у меня сейчас полбетон, здесь будет ламинат, здесь будет кафель. Будет без порогов, наверное, на одном слоуровне. И вот сейчас у нас проем, я его померил, он 2 метра 12 сантиметров. То есть мне его надо еще занизить, даже, по-моему, 13 сантиметров. А мне нужно занизить его сейчас на 2,10. То есть 2 метра 10 сантиметров. Вообще, для дверей нужно 2,08. Но, так как у меня еще ламинат будет, то где-то еще беру сантиметра 2-3 с запасом. То есть, получается, у 2,10 я делаю, занижаю. И все, и у меня еще там сантиметров, ну, 4-5 точно остаются запаса, чтобы дверь точно лоткнуть там, если даже где-то еще маленько поднимется. Ничего страшного. Так, у дверей. Как за это? Ну, то есть, сама дверь, получается, вот идет поводло 60, то есть идет уже дверная коробка 67. Идет поводло 70, дверная коробка 77. Идет поводло 80, дверная коробка 87. 90 поводного, дверная коробка 97. И дальше уже идут двери распашные. Там уже проем идет где-то на метр 30. И двери идут уже, допустим, если вот они такие распашные, то 2 поводна по 60 плюс дверная коробка. То есть, получается, метр 20 и дверная коробка где-то сантиметров по 3 по 3 с половиной. То есть, получается, метр 27. То есть, проем должен быть где-то метр 30. Так, а высота у них где-то так же одинаковая. Единственное, если двери у вас вот на проеме метр 30 раздвижные двери, то там высота пониже. Там уже по-моему и сам проем должен что-то быть не 2,10 точно, по-моему где-то 2,02. так вот. То есть, он пониже. То есть, вам опять же надо определиться, какие двери расплошные будут или раздвижные. То есть, проемы надо делать не когда уже устанавливают двери, а когда вот еще идет процесс, там, вы знаете, штукатурку распутывал, когда вот стены штукатурятся. Дверь, под двери проемы должны быть все по... стены должны быть всех по уровню. Потому что, если где-то будут завары, у вас дверь поставят потом и вот будет щель между наличником и стеной. Дальше. Доборы. Что такое доборы? То есть, если у вас дверь ширина 7 сантиметров, то есть вот у нас в данном случае стенка идет вот... Мы ее уже заштукатурили по малькам с этой и с этой стороны. То есть, она должна быть заштукатурена с обоих сторон. Вот у нас 11 сантиметров сейчас ширина этого проема. То есть, а породного 7 сантиметров. То есть, добор у нас тут будет 3 сантиметра. И... Ну, доборы разные есть. 10 сантиметров шириной, 15-20 сантиметров шириной. То есть, ну, в данном случае у нас 30 сантиметров. То есть, запомните, что ширина дверьной коробки 7 сантиметров. Да, 7 сантиметров. Правильно. То есть, а уже дальше, если вдвоем шире, то уже идет добор. Доборный элемент. Ну, если у нас 30 сантиметров, то его придется просто так вперед. Ну, что, он идет минимум или 7, или 10 сантиметров. Тоже худшина. Так, наличник. Наличник дверей будет 7 сантиметров. То есть, вот смотрите, у нас проем, да, у нас 90 сантиметров в самом проеме. То есть, у нас паровно будет на 80. То есть, дверь, этого капель встанет. И вот 7 сантиметров вот этот вот обронит обналиченный. То есть, обналичка на 7 сантиметров шириной. В принципе... А, ну, еще вот у нас дверь будет ставиться прямо на ламинат и на кафель. Вот здесь вот будет кафель, здесь будет ламинат. Когда вы делаете кафель или ламинат, вот, надо с учетом того, куда будет открываться дверь. У нас, наверное, дверь будет открываться, скорее всего, вот сюда. если дверь открывается сюда, тогда получается, вот вы до середины делаете кафель, до середины этого приема, и променад как бы маленькая, на 2 сантиметра, то есть, сюда вот с зал, вот у стен заходит. И когда вы потом... Ну, и вот здесь порожек получается по низу и все. Потом вы когда дверь поставите, у вас получится, что ламинат начинается от дверной... от... получается, от дверной... от поротна, который будет открываться, то есть, как раз от ламинат доходит до поротна, и дальше идет кафель. То есть, у вас порожек будет прямо по дверям. То есть, он будет не на виду, или там, не после того, как открываете дверь, получается, и кусок еще там, раминат, или там, кафель торчит. То есть, ну, некрасиво. В принципе, все. Такое, краткое объяснение. Если вдаваться в сильных подробностях, то есть, лидерам, но долго будет. В общем-то, Заходите на мой сайт в ремонт.ру. Там много полезной технической информации для тех, кто делает ремонт. Да, и самое главное еще, двери ставятся уже после того, как все сделано. То есть, уже сделан ламинат, сделан кафель, сделан, ну, можно перед обоями единственное. Можно даже, лучше сделать до обоев, но обналичку не прибивать, а просто ее, ну, наживить на гвозди, и все. А потом, когда нужно, то обналичник снимается, открывается двое, и обналичник дальше прибивает. Ну, или прибивается, там, в пазы вставляется, с фигуркой двери. Ну, все.